И всем привет дорогие друзья, с вами СноваКейн, мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 159 часть наших обзоров, и сегодня у нас снова офигительнейший мод, который превращает нас в кого же? В королеву пауков. Да, ребят, это действительно так, вы можете видеть, что я это паук. Даже не обычный паук, а именно королева пауков, вы можете видеть, что мы королева пауков, потому что у нас есть... Итак, что же добавляет нам этот мод? Ну, начнем с того, что мы паук, и пауки что? А пауки у нас мобы, мобы враждебные, и что это означает? То, что мы теперь сами враждебный моб, и это означает то, что все другие враждебные мобы, типа криперов, эндерменов, зомби и так далее, и сами же пауки, сами же пауки, они наши друзья, то есть они нас атаковать не будут, потому что мы свои же, мы тут тоже пауки, и мы типа тут братья, мы бро. Да, и что же это означает? То, что, да, у нас теперь на нашей стороне все возможные, всевозможные враждебные мобы, но вы, наверное, скажете, и против кого же нам воевать тогда в мире Майнкрафта? Теперь что? Нам не будет никакого челленджа, то есть нас никто не будет атаковать и так далее? Нет. Также можно потерять достоинство королевы пау... царицы, или не царицы, а королевы пауков, да, потерять достоинство, да, здесь такое тоже может произойти, и нас будут атаковать, но об этом попозже. Но и также в этом моде присутствуют игроки, просто онлайн-игроки. Нет, я шучу, это, конечно же, не онлайн-игроки, это просто есть, давайте я вам покажу, такое яйцо-спаунер, которое называется Spawn Player, и оно спаунит вот таких вот типа игроков, хотя на самом деле это другие мобы. Вы можете видеть, он дает им рандомные имена, рандомные скины и рандомную броню и оружие, то есть, например, вы можете видеть вот алмазные доспехи и железный меч. Это, кстати, очень прикольно, потому что они могут заспавниться хоть с алмазным мечом, и это будет довольно-таки сложно, потому что они могут вас спокойно убить. И эти плееры, так сказать, игроки, спаунятся повсюду, вы, наверное, скажете, не, они очень редки и так далее. Нет, они повсюду, вот вы можете видеть, здесь два где-то там они затесались. Ага, здесь у нас другая тусовка, здесь еще одна у нас Королева Пауков, вот вы можете видеть их здесь, но пока мы сюда не будем подходить, потому что здесь спойлеры, спойлеры новых пауков. Да-да-да, я уже про спойлеры, новые пауки. Ну ладно, что же делают эти игроки? Они враждебные, и они вас атакуют, то есть, они наоборот, они добрые, но так как мы враждебные, они нас будут атаковать. И вот так вот они выглядят, в принципе, всегда, всегда по-разному. Это у нас Фмерк, эти имена сами генерируются, то есть, я ничего не делал, я никого не трогал, все, все само произошло. И, да, что же мы можем делать с этими игроками, и вообще, что же мы можем делать? Ну, во-первых, первое достоинство, первое достоинство быть Королевой Пауков, то, что у нас появляется нить. Нить, она у нас, можете видеть, у меня 8, хоть я ее и не добавлял. То есть, мы просто гуляем по миру, и вдруг у нас появляется еще больше нити, то есть, у нас генерируется нить сама, то есть, мы никогда не останемся без нити. Уберем ее. И что же мы теперь можем делать? Теперь мы можем скрафтить вот такие вот вещи. Это у нас, так сказать, нить, но это уже нить именно паука. Это просто обычная нить, а это нить у нас паука. И что же мы можем делать? Как же скрафтить нам эту нить? Нить крафтится из трех обычных. И мы получаем веб. Это у нас нить паука. Да, что же мы с помощью нее можем делать? Мы сможем кидать ее в мобов, например, в курицу или в игроков тех же самых. И что же, мы можем обмотать их паутиной и превратить их в кокон. Да, как же это делается? Просто берем, у нас есть паутина, подходим, кидаем нашу паутину. И что же мы видим? Наша курица теперь в коконе, в коконе паутины. И то же самое с игроками. То есть мы кидаем. Не всегда работает с первого раза, но... Но... Вот, все, сработало. Вы можете видеть вот во что превратилось это. Точнее, плеер превратился вот в это. Да, и это очень странно. Давайте... О, с первого раза. Нет. Давай, давай, давай. Давайте мы быстренько всех так закоконим, так сказать. Так, 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 ну, ну же. Смотрите, какой устойчивый. Все. Ага, я там уже паутину накидал. Ну ладно. Так, давайте-ка мы сделаем звук пониже. Вот так вот. Да, отлично. И что же мы получили? Мы получили много коконов с игроками. И также у нас есть один кокон с нашей курицей. Что же мы можем делать? Мы можем подходить к ним и нажимать на правую кнопку мыши. И, так сказать, высасывать из них жизнь, высасывать из них кровь. Вы можете видеть то, что... Я нашел на правую кнопку мыши. И вы смотрите, он стал серый, безжизненный. И из него выпала паутина. Ну, не паутина, а просто нить. Да, я, кстати, вначале немного перепутал. То есть, вот это нить, а вот это паутина. Все, ребят. Не пишите мне ничего в комментариях. Немножко перепутал. Ладно. Да, когда мы нажимаем на правую кнопку мыши, то есть мы их обезжизниваем. Не знаю, есть такое слово или нет, но это так оно и есть. То есть мы нажимаем на право кнопку мыши, и мы высасываем из них жизнь. Да, но с некоторым шансом могут выпасть очень интересные вещи. Точнее, одна очень интересная вещь, которая мне не выпадает. Вот она. Да, это у нас яйцо паука. Да, что же с этим яйцом паука мы сможем сделать? Ну, давайте мы из этих тоже жизнь вызовем, а то они... Вот, видите, мне еще одна выпала. Шанс где-то, я не знаю, 40%, мне кажется. И еще нить. Отлично. И еще нить. Отлично. Давайте из бедного, бедной курочки тоже вызовем жизнь, у нее аж даже глаза пропали. И да, у нас есть аж 4 яйца паука. Что же с этими яйцами, яйцами мы сможем сделать? Мы, опять же, давайте я вам это продемонстрирую. Мы берем, например, игрока, хотя давайте посмотрим. Вот вы можете видеть то, что мы можем любых-любых мобов засасывать в коконы. Вы можете видеть, и снизу у них пишется какие-то странные вещи. То есть, давайте почитаем. Например, если мы закоконем. Да нет такого слова, но все равно это... Ну, вы можете видеть даже. Кокунт. Кокунт. Ну, то есть, закоконенный. Ах! Ненавижу это слово. Ну, ладно, да. Если мы замотаем в паутину, думаю, так легче. Замотаем в паутину эндермена, то почему-то у нас появляется вот такой эндер спайдер. Инферно спайдер, да если это блейс, типикл спайдер. Что это означает? То есть, что же мы... Это связано с этими яйцами паука, яйцами паука. Что же это означает? То есть, если мы, например, давайте я вам продемонстрирую. У нас есть игрок, и мы его запаутиниваем, и теперь мы ставим около него яйцо, то через некоторое время он превратится в паука. То есть, если мы запаутинили игрока, то у нас получится обычный типикл спайдер. Но это неинтересно, поэтому... 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 Давайте-ка мы уйдем отсюда и сделаем что-нибудь интересное. Например, эндермен. Давайте мы эндермен. А, нет, это уже... Ну, ладно. Представим, что я его уже закоконил, и вот он здесь. И поставим рядом с ним яйцо. Теперь это лучше всего оградить, если вы не хотите, чтобы ваш питомец убежал. Потому что, да, он будет вашим питомцем. Например, что-нибудь вот такое. Что-нибудь... Что-нибудь сипа такого. Это, конечно, я сделал быстро. Но, ладно. И сюда мы вернемся немного попозже, когда уже эндермен превратится в нашего эндер-паучка. И этот эндер-паук будет нашим, так сказать, нашим... Даже не знаю, слугой. Он будет за нас. Он будет нашим питомцем. И он будет атаковать за нас. И там еще один... Еще одна королева пауков. Ну, это ладно. Что же мы теперь еще сможем сделать? Вы, наверное, видели то, что здесь еще одни паутины есть. Есть обычная паутина. И есть еще две новых. Например, Poison Web. Poison Web крафтится вот таким вот образом. Это у нас обычная паутина. И вот эти вот Poison Barbs. Эти Poison Barbs выпадают из пауков. Из обычных пауков, да. Хоть они и наши, так сказать, наши друзья, то их тоже можно убивать. И из них выпадают некоторые вещи. И вы, наверное, могли сейчас видеть, что появилось что-то на экране. И я ничего об этом не сказал. Началась ночь. И мы можем видеть то, что у нас вот здесь. У нас здесь, если я не ошибаюсь... Да, это у нас репутация. То есть мы можем видеть то, что у криперов у нас репутация 1. То есть 1 это хорошо. Если минус 1, это плохо. Или нет, не-не-не, наоборот. Если не наоборот, а репутация 1, это означает то, что они дружелюбные. То есть у нас дружелюбные криперы, дружелюбные скелеты, дружелюбные другие королевы, дружелюбные зомби, дружелюбные эндермены. 0 это означает то, что они нам враждебны. То есть обычные жители, люди. И Evil Queen. Это да. И здесь есть также такой моб, как злая паучиха. Какая-то такая злая королева, злая царица пауков. Я не знаю даже, как ее назвать. Но да, такое здесь тоже присутствует. Ну, я как-то отвлекся от темы. Я же вам рассказывал, как же нам скрафтить Poison Web. Да, она выпадает из обычных пауков. И мы просто крафтим вот так вот. И у нас получается Poison Web. Что здесь происходит? Ага, ну все, у нас произошло то, что мы хотели. Но пока мы его оставим там. Я сейчас рассказываю вам про паутины. Poison Web, что же оно делает? То есть, во-первых, я вам не рассказал одну вещь про обычную паутину. То есть мы можем ее кидать, например, на стену. И это работает как лестница. То есть мы ее кидаем на любую стену. И мы можем забираться. Это очень круто. Если мы ее кидаем два раза, то она превращается просто в обычную паутину. Но она у нас не действует, так как мы сами паук, сами паучиха. То есть да, мы кидаем ее два раза. И все, у нас появляется обычная паутина. Да, это очень полезно. И также у нас есть Poison Web. Poison Web мы также можем использовать как лестницу. И если мы ее скинем два раза, то у нас опять же получается вот такая блок паутины. И этот блок уже работает как ловушка. То есть он не только ловит и из него нельзя вылезти, то также эта паутина наносит урон. Да, то есть если мы кого-нибудь захватим эту паутину, то он через некоторое время умрет. Да, вот такие вот мы злые. Вон там еще одна паучиха. И так далее. Вот вы можете видеть. Да. Те, кто скажет, что эти игроки очень мало спаунятся, посмотрите сколько их. Вон там, еще и вот тут. И так далее. Их очень много. Что ж. Да, я вам рассказал про эту паутину. Также здесь есть Flame Web, которая не крафтится. Но мне кажется, если не ошибаюсь, выпадает из либо гастов, либо... Flame Web Cocoon's Ghast. Ага, она выпадает из гастов, которые закоконены, если не ошибаюсь. Здесь так написано. Но мы с помощью нее можем поджигать, например, вот так. И так же ее ставить, и она наносит так же урон. И это очень-очень круто. У нас там Enderman, у нас там вообще какая-то тусовка из коней и прочей нячисти. Давайте мы это немного поджарим. Я думаю, так будет лучше. Да. И окей, все. Я вам рассказал про разные паутины. И это очень круто. Также у нас здесь есть еще одни интересные вещи. Например, вот это. Это у нас Bug Light. Да, вы можете... Ну, я даже уже не успел ничего сказать. И то уже сразу видно, что она делает. Да, это у нас... Что происходит? Ну да, конечно же, игрок он... Типа дружелюбный, зомби враждебный, бой, битва... Он еще и умер. Вот лох. Так, да. Что же мы видим? Этот Bug Light, он нам просто дает ночное видение. И мы видим все очень круто. Давайте мы возьмем череп. Я вам потом расскажу, что он делает. Хотя он ничего не делает и ничего не ему говорит. Но ладно, все равно. Да, этот Bug Light красится вот таким вот образом. Нам нужно 8 стеклянных панелей и 1 Spider Stone. Spider Stone откуда он выпадает? Он выпадает из пауков. Обычных самых пауков. Опять же, нам надо убить наших друзей, чтобы получить из них ресурсы. Да, это очень печально. Но если мы убьем много наших дружелюбных пауков, то у нас может упасть... А, не-не-не-не, я ошибаюсь. Потому что, смотрите. Видите, здесь нет обычных пауков в этом списке, потому что пауки, они всегда дружелюбные. Хоть мы будем их убивать, хоть не будем их убивать. Но если, например, если мы будем убивать скелетов, то в скором времени у нас будет репутация 0. И об этом я вам и говорю вначале, потому что мы можем потерять нашу репутацию. Да, то есть лучше не убивать обычных... Точнее, враждебных. Я путаюсь, потому что... То есть они, на самом деле, враждебны в обычном Майнкрафте, но в этом моде они не враждебны. То есть лучше не убивайте ваших друзей в этом моде. Да, я думаю, вы меня поняли. И да, мы можем скрафтить вот такой вот Bug Light. И, ну, в принципе, да, все понятно, что он делает. Он нам дает ночное видение. Это очень и очень круто. Также у нас есть вот такая вот Web Slinger. Web Slinger, да. Это работает, даже не знаю. Давайте мы попробуем продемонстрировать вам. Мне нужно прокопать немного вниз. И работает это примерно вот так. Мы ее кидаем. Не очень хорошо у меня получилось. Да, и я еще и в креативе. Давайте-ка мы выйдем из креатива. Так. И... Нет, я ее не докинул. Мне кажется... Так, вот я ее прицепил на стену. И нажимая на пробел, мы можем забираться. Это как прилепить паутину. И мы можем... Ну, ну же, давай. Просто надо зажимать пробел. И продолжать кидать. Да, я знаю, это немного смешно выглядит, но... Ну, вы видели, что я почти вылез. Да, извините. Ну, куда что улетел? Ну, я думаю, вы меня понимаете, как это работает. Точно так же этим способом можно спускаться вниз. То есть мы ее прилепляем где-то на конце... Какого-нибудь... То есть наверху какого-нибудь провала. Мы ее прилепляем. И нажимаем на shift. И можем спокойно спуститься, не нанося себе урон. И это очень полезно. Крафтится она вот таким вот образом. Нам нужна паутина. Три нити и еще одна нить. Да, четыре нити. Да. Что у нас здесь происходит? Зомби. Отлично. Да. И скоро-скоро мы вернемся к нашему... К нашему паучку. Я не забыл. Я не забыл, ребят. Так, давайте-ка мы быстренько... Сделаем. Вот так. И что же мы теперь имеем? Дальше у нас есть вот такой вот скин-свитчер. Это у нас предмет, который можно добыть только в креативе. Да, но этот предмет, что же он делает? Он меняет нам скин. То есть мы можем быть вот такой вот королевой пауков. Вот такой. Вот такой. Или мы можем быть вообще пацаном. Да, вот вы можете видеть то, что у нас пропали самые важные вещи. Быть королевой. И да, ну я думаю, мы останемся... Лучше мы уже будем королем пауков. Чтобы вы потом про меня ничего не подумали. Что у меня какие-то бзики. Ну ладно. Да, я думаю, мы останемся королем пауков. И да, в принципе, здесь больше ничего нет. Ага, я забыл про вот эту вот вещь. Но про эту вещь мы еще поговорим. Потому что пока о ней нечего говорить. Потому что мы не видели самого главного. То есть это нашего паучка. А паучок наш... Вот он. Ну разве он не милый? Ну разве он не милый? Ну просто посмотрите на него. Это у нас эндер паук. С длинными лапками. Хотя на самом деле я в реальной жизни ненавижу пауков. Ну блин, ну посмотрите, он такой милый. Да. И что же он делает? Он наш питомец. То есть, например... Например, зомби. Давайте мы попробуем. Атакуем зомби. Вы можете видеть, появляются маленькие паучки. Что это означает? Маленькие паучки, их спавнит наш... Наш вот этот вот па... Ага. Ладно, я вам сейчас объясню. Этих маленьких паучков спавнит наш паук. То есть он нам помогает. И сейчас был взрыв, потому что эти пауки тоже взрывные. Да. То есть он нам будет помогать. И он наш... Он наш друг. Он наш питомец. Только он немного сейчас... Ну-ка давай. Давайте мы пошевелим его. Пусть он теперь за нами ходит. Иди сюда. Иди сюда. Хватит спать. Иди. Иди за мной. Давайте посмотрим, сможет ли он ходить за нами. Да, он идет. Он идет. Давай иди сюда. Ох, какой жунг. Нет, нет, не убей. Ну-ка иди. Почему ты меня не слушаешься? Ну да. Чтобы повиновать ими, у нас есть вот такой вот спайдер-род. То есть... Крипер. Ты мне не нравишься. Почему ты на меня идешь? Ты же мой друг. Ага. Ну и уходи. Так. Что же это у нас за такой спайдер-род? Крафтится он вот таким вот образом. Две палки. Две стеклянные панели. И опять же спайдер-стон. Мы его ставим. И... Давайте уберем его из инвентаря. То мы можем видеть то, что... В принципе, мы сейчас ничего не можем видеть, потому что... Это незаметно. То есть... Так, 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 так. Что же нам... Как же вам это показать? Ну ладно. То есть, представим, что у нас есть 10 питомцев вместо одного. И все эти питомцы подойдут к этому... К этому фонарю. Потому что... Это как бы... Я даже не знаю. Маяк для них. То есть, они будут все здесь. То есть, когда мы его сломаем и возьмем себе, они опять же будут ходить за нами. То есть, я бы не взял. Ну ладно. Ну, я думаю, вы поняли, как это работает. И... То есть, да, это так и работает. И это очень круто. И вы видели, насколько мощный этот паук. То есть, он спонит еще дофига паучков, которые нам будут помогать. Так. Ну-ка, иди за мной. Почему он не хочет ходить за мной? Ты что? Во-во-во-во-во. Пошел. Все, пошли за мной. Давай попробуем атаковать паука. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ладно, давайте мы просто атакуем его. И вы можете... Сейчас вы можете увидеть то, что... Нет, вы ничего не можете увидеть, потому что он очень далеко. Ну, ребят, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. И... Да. Что же у нас еще остается? Да. Это все еще не конец. То есть, мод довольно-таки большой. Вы можете видеть, что сейчас день. А так как мы паук, то нам... Мы не любим день, мы любим ночь. И прикол в том, что мы можем спать днем. Но как мы можем спать? В кровати? Пауки спят в кроватях? Нет. Мы можем сделать свою кровать. И вы, наверное, думали весь выпуск, что здесь делает вот эта вот постройка. И на самом деле, с помощью этого мы делаем себе кровать. На вам нужно построить вот такую вот 5 на 5, даже не знаю, яму. Можно яму, можно вот такую постройку. И теперь сделать здесь два слоя паутины. То есть, первый. Так. И второй. Чтобы у нас появилась вот такая обычная паутина. И теперь, так как у нас день, мы можем спрыгнуть вниз. И... Ну же. Спи. Почему ты не спишь? Может мне нужно из креатива выйти? Хм. Почему же не работает? Ну же. Должно работать. Ребят, я не знаю, честно, что происходит, но это так и должно было быть. То есть, мы можем спать вот в таком вот месте. Только почему-то я больше не могу спать. Хотя у меня раньше получалось. Ребят, я не знаю, что происходит, но поверьте мне на слово, так оно и работает. Хм. Странно. Ну ладно. Ничего страшного. Давайте-ка мы пока вылезем отсюда. И что же у нас еще осталось? В принципе, я вам показал все. Это уже просто декоративные вещи. Типа вот это вот скелет, мозг, сердце. Это пока они не нужны вообще ни для чего. Но теперь я вам хочу показать различных пауков. Да. Вот эннами и вот этот. Да. Теперь мы посмотрим все возможные пауки, которых мы можем приручить. И сделать их своими питомцами. И вообще встретить их в нашем мире. Новом мире пауков. Да, давайте посмотрим. Это у нас чикен спайдер. Хотя на курицу он вообще не очень-то и похож. Это у нас шип. Да. На овечку-то тоже не похож. Но не думайте, что они все вот такого цвета. Это у нас виллоджер спайдер. И вы можете видеть, что у него есть сундук. Сундук вот там вот сзади. И мы можем... Давайте я покажу. Мы можем на него нажать на правую кнопку мыши. И у него есть слоты. То есть мы можем... Если мы его приручим вот таким вот образом, то мы сможем использовать его для того, чтобы носить вещи. Да. И это очень круто. То есть, например, если мы хотим... получить вот такого вот паука, то нам нужно... Ага. Где у нас виллоджер спайдер? Мне кажется, это вот... Вот это он и есть. Нам нужно просто закоконить обычного жителя. И мы получим пэк спайдер. Хотя на самом деле это виллоджер спайдер. Ну, немного ошиблись. Но ладно, ничего страшного. Дальше у нас это эмпти спайдер. Не знаю. Просто какой-то маленький паучок. Это у нас зомби спайдер. Вы можете видеть, что он уже больше и отвратительнее. Ненавижу пауков. Их много. Да. Опять же. Ну, давайте что-нибудь новенькое. Опять. Опять. Почему все одни и те же? Да. Это наш любимчик. Ага. Вы можете видеть. Это просто... Это у нас хорф спайдер. Да. Это у нас влоши, на который мы можем сесть. И... Как это мерзко. Еще и слышно, каких лапки перебирает. И... Да. Ну, это довольно-таки круто. То же самое. Тоже мы можем на них ездить. Это очень-очень круто. Да. Давайте мы их оставим пока. Это у нас блейз спайдер, который орудирует огнем. Мне вот это очень опасно. Это у нас скелетон спайдер. Можете видеть то, что он худой, с худыми лапками. Еще скелетон спайдер. Еще, еще. Ну, я думаю, мы увидели уже всех. Вот это маленькие эндер-паучки. Это у нас какой? Вулф спайдер. Вот он какой. Не знаю, почему так выглядит, но не знаю. И... В принципе, да. Вот, я думаю, мы всех пауков увидели. И также здесь есть Enemy Queen, который выглядит вот таким вот образом. Которая, да. То есть мы можем видеть то, что она фиолетовая. То есть давайте мы сравним. Мы серые. У нас как бы тело паука серое. А у нее оно фиолетовое. То есть поэтому мы можем ее различить. То есть поэтому она враждебная. И она также спаунит дофига пауков. И это наш враг. И можно ее убить. И из нее опять же выпадают вот эти вот вещи. И так далее. В принципе, да, ребята. Мне кажется, я вам все рассказал об этом моде. Да. Мне кажется, я все рассказал. И этот мод очень-очень крутой. Так что обязательно-обязательно-обязательно скачивайте его. И обязательно-обязательно-обязательно ставьте лайк. Потому что это очень крутой мод. И не знаю. Мне он очень понравился, так что ставьте лайк Если вам понравился мод, и давайте наберем Я даже не знаю, сможем ли мы набрать 2000 лайков, пожалуйста Надеюсь мы сможем, я верю вас Да, ребят, так что вот такой вот у нас сегодня был мод Очень офигенный и очень крутой Очень много коконов вы можете видеть здесь Да, это наш питомец И да, ребят, я думаю все Так что на этом мы заканчиваем И если вам понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии С вами был Кейн, и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok